Господа, кредит на автомобиль в Тинькофф это гораздо лучше, чем вы даже могли подумать в своих самых смелых мечтах. Преимуществ огромное количество. Кредитный лимит до 8 миллионов рублей. Машину вы выбираете сами. Можете выбрать новую, можете выбрать с пробегом. И никаких справок и поручителей. Нужен только паспорт. Первоначального взноса, каска и прочих навязанных услуг нет ни в коем случае не может быть. Машину выбираете вы полностью сами, без участия банка. Взяли кредит на одну сумму, а машину купили дешевле. Остаток средств вы можете потратить на свое усмотрение. На страховку, первое ТО, комплект резины, да что угодно. Если хотите, банк может вам помочь и проверить машину по своим источникам. То есть это ФНП, ФССП, ГИБДД, а также другие открытые банковские источники. Кстати, сейчас, если вы оформите кредит на автомобиль, то Тинькофф подарит вам подписку ПРО на целый год. Эта подписка даст вам более выгодные условия по всем продуктам Тинькофф. Повышенный кэшбэк на топливо, полисы КАСКО и ОСАГО, а также больше категорий повышенного кэшбэка по вашему выбору, ну и другие возможности. Все, что нужно сделать, это подать заявку на автокредит по моей ссылочке в описании, получить условия по кредиту и активировать его, и получить бесплатную подписку ПРО на целый год. Таким образом вы сэкономите 1999 рублей. Все ссылки в описании. Я думаю, тут проблема сейчас с давлением топлива, мы сейчас его померим. У ребят же есть какой-то минимальный инструмент, там хотя бы отвертка там, ну. Мы сейчас можем доехать, где все это есть. Это два перекрестка. То есть мопед здесь можно оставить? Да нет, в целом нет, только отвертка, отвертка у меня в мопеде есть. Давай. Сейчас хотя просто давление померишь. Хорошо, хорошо, давай. Давай. Первая диагностика, господа. Мы хоть сейчас что-то... Просто представляешь, мы ездим на моторе, и мы вообще ничего не знаем. Что там работает, как там работает. То есть у нас подход из 8-го Б. На помойке что-то нашел, всрал, поехал, победил. Да, именно так. Вот сейчас началось что-то более-менее с умом, поэтому все сломается. Я уже это проходил сто раз. Как только мы начнем что-то чинить, все разлетится. Не пугайся, у меня тут такие, знаешь, эти... Нас сложно напугать очень. Нет, да, знаешь, такие как раз, жигулевские вот эти, с манометрии такие. Так, надо включить зажигание. Понял. Так, включил. А он не стравливает, я так понял, да, пока не открутишь? Ты еще предлагал на другие мозги перейти. Это если есть желание побольше сюда вдуть. У нас желание до 200. До 200, наверное, этих получится. Просто эти посложнее с настройкой. Что радует, что у нас с собой сейчас не куплено никаких запчастей. Если нам что-то сейчас понадобится, мы просто едем, и эти запчасти в моменте тут же покупаем в ближайшем магазине. То есть после настроек всяких иномарочных и прочего, я настолько прямо оптимистично сегодня настроен, что словами не передать. Все что угодно можно купить и присрать сейчас. Купить магазин. Да, в целом. Купить магазин. Ну, будет все время пугающий вопрос. Вам на какую машину? Я такой, ммм. Давайте разберемся. Сначала были динозавры. А вот началось сейчас как раз. Вот. Вот прострелы. Вот, все так шипит. Ну, поспорим, что происходит. Вот, что мы уже горим. Так шипит, страшно. Так, ну, огня нет, уже хорошо. А вот нет. Привидан оттуда, а вот массажит. То есть вот такая вот штука происходит. Едешь, едешь, все нормально, потом вот фигак и на ровном месте. Понажимай газ, пожалуйста. Вот сейчас заглушенным, да? Да, да. Вот сейчас прям. А, интересно. А у нас вот в данный момент датка не видит она. Она до этого видела датку? То есть вообще что-то от мозгов, ты хочешь сказать, отваливается. Я думаю, от самого датчика что-то, скорее всего, который у тебя поплавишь. Вот этот. Я думаю, надо просто попробовать в данный момент пошевелить. Есть, так и в нем дело. Так давай, я там буду шевелить, а ты смотри. А давай так. Так, на дат у нас есть один разъем и коса. Ну, пошевел. О, появилась. Да? Значит, это разъем. Я шевелил просто разъем. Это дат одной известной компании. Компании не будем называть. А может просто и разъем вот этот вот. Почему бы и нет? Хотя выглядит чистенько. Я думаю, там внутри были случаи, что он, короче, внутри, пайка плохая. У них вот этот датчик спаян, вот это алюминиевые, короче, пластинки, там пайка. Она просто отходит. Ну, короче, конструктивно такая дурацкая. То есть алюминиевые просто поедут. Да когда-то можно штатный купить-то, да нет? У нас в чем проблема, что если разъем вот так поджать и вверх загнуть, то значение с датчика абсолютного давления у нас появляется в диагностике, которая там на мониторе. А если его расслабить, то они пропадают. Соответственно, без датчика абсолютного давления мозги ничего не делают. Они в ошибке, они не понимают, что происходит. У нас просто не хватает информации для смеси образования. Разъем выглядит максимально свежим и хорошим. Мы можем, конечно, только поддавить его хотя бы чем-то. А найти его сложно. В обычном магазине это же, ну, это тюнячка, да, ты имеешь в виду? Мы можем на что-то его поменять. Есть. Вот так есть, да? Нет. Нет. Ну вот шевелю, как могу. Вот, видишь, появляется. Вот сейчас есть, да? Значит, как хорошо, что у нас отечественный тюнинг, господа. На этом моторе вы видели много наклеек Клаб Турбо. Собственно, датчика атмосферного абсолютного давления. У нас также был Клаб Турбо. Следовательно, мы нашли магазин Клаб Турбо в Санкт-Петербурге. Я сел на мопед, как молния по городу туда-сюда ломанулся. И у нас есть, вот он, дат 1.5. Клаб Турбо с наклейкой. Такой же, как у нас стоял, только еще не заколхоженный, по идее, болтон решения. Сейчас мы его ставим, и у нас начинает все работать. Это просто фантастика. Мир отечественного тюнинга. Он прекрасен. Если бы это было сейчас, что-нибудь типа там С4 или А8, Д2. Хорошо, если была бы разборка. А вероятнее всего заказ, ждать и так далее. Все готово. Можно ехать. Дальше жмем. Если сенсор уверить, то он льет очень сильно. Я так в целом думаю, это похоже на правду, потому что давление тут выше, чем должно быть. Это видно по трубе. Черный дым на замере идет. Там прям космос какой. Не горим еще, надеюсь? Пока вроде нет. Нет, нет. Это просто антураж. А вот сейчас нажми. Сейчас нормально было. Такое ощущение, что топливо, знаешь, еще и плавает. То льет, то не льет. Либо что-то сенсор еще чем-то дышит. Типа масло, потому что на масло тоже может реагировать на бензин. Ну, турбо новое, видишь, масло не кидает. Дым, который мы сейчас идем, это масло слив с турбы. Единственное, единственное, что я не смотрел, это по форсункам загрузку. Что-то я пропустил в момент. Хотел еще клянуть. Сейчас можем посмотреть. Как раз 95%. То есть это предел. Допустимо, да. Ну, то есть мысли больше некуда. То есть у нас, по идее, сейчас все работает уже хорошо. Да. Ну, по крайней мере, по топливу. То есть, ну, титона нету. Чтобы нам двинуться дальше, нам сейчас нужно, получается, и турбу другую. И все-таки попробовать снять выхлоп, я бы попробовал. Можно попробовать, да. Сделать масло слив. Ну, а нет, подожди. Форсунок все равно не хватит. Форсунок не хватит, согласен. То есть мы больше мощности не снимем. Все, они припит. Итак, в нашем самом классном, модном и умном проекте у нас на третьей серии получается. Есть светлая голова, Артем, и есть при помощи его же оборудования показания, полученные из его же оборудования. Эти показания нам говорят, что у нас-то все хорошо. Это раз, и одновременно все плохо. То есть есть в том, что ты мне сказал, все-таки Толика и негатива. Вот эти форсунки 95%. Сейчас она может поехать веселее, может поехать веселее, скорее всего, из-за того, что у нас теперь стоит новый датчик абсолютного давления. А старый работал с ошибками, вероятно. Поэтому какие он отдавал данные, отдавал ли он их постоянно или постоянно рвал эту связь, тоже важно. И поэтому у нас могли быть не те показатели, те же самые 150 сил. Но заменять мы этого сейчас не будем, потому что, как я и говорил, маслослив очень сильно льет на выпускной коллектор. Это раз. А, два, я хотел все-таки убрать вот это вот дребезжание. И три, все-таки поменять еще радиатор. И у нас есть впереди эта самая неделя. В общем, сейчас доделываем эти мелочи. Для вас это будет одна коротенькая заставочка. Для нас сколько-то времени. И мы встречаемся здесь с вами уже в следующем дубле. Господа, я как-то вам уже рассказывал, но напомню еще раз про Хараба. Это профессиональное приложение для поиска и оценки автомобилей. В приложении Хараба вы можете искать, оценивать и проверять автомобили со всех известных сайтов. Не тратя свое время на посещение разных досок объявлений. В Харабе много функций, которые позволяют сделать поиск автомобилей более быстрым и эффективным. Автомобили появляются сразу после публикации на Авито, Дроме, Автору или Юле. Поэтому шансов позвонить по крутому объявлению первым гораздо больше. Ну а для тех, кто зарабатывает на перепродаже автомобилей, есть специальная функция Мои Авто. С ее помощью вы можете вести учет своего бизнеса прямо в приложении Хараба. Удобные фильтры помогают искать автомобиль строго под ваши запросы и убирать из выдачи предложения от перекупов и других салонов. А возможность искать автомобили с ценой ниже рынка дает возможность отлично заработать на перепродаже. Уведомления в приложении или сразу в Телеграм настраиваются под ваши поиски и не дадут пропустить вам достойное авто. Ну а все варианты, которые вас заинтересовали, вы можете сразу же проверить отчетом из автотеки. В Харабе они, кстати, по выгодной цене. В тарифах Pro и Business есть автомобили, которые проходят предпроверку по отчетам из автотеки сразу по заданным вам параметрам. Ссылка на скачивание, а также промокод на три дня доступа будет в описании к этому видео. Так что ищи, оценивай и выкупай автомобили с Харабой. Ну что, господа, если вам было интересно, как это поедет, мне интересно не меньше. Что-то поудрее поехало. Давай, тяни. Так, 6,8. Ха-ха, стабильно. Уже хорошо. 6,8. Резина греется, пацаны. 6,8. Сразу же. Но четко, четко нет первой. Прям совсем буксуем, буксуем, буксуем. Чем раньше я переключаюсь с первую на вторую, тем лучше результат. Что, конечно же, парадоксально. Потому что чем раньше я переключился, тем меньше мы буксуем. А буксуем мы до конца. Давай, тянется хорошо. Единичку ровно подавка, пусту. Так и должно. 6,87 так же. Короче, быстрее нам пока никак. В общем, нам нужно сейчас с вами провернуть простой тест. Все-таки вдруг не дает дышать глушитель. Ну, вдруг. Поэтому мы сейчас снимем часть глушителя. Она на V-Band. Нам для этого нужно, собственно, один ключ. И попробуем замериться еще раз со снятым глушителем. Я думаю, только ехать нам на подъемник, снимать глушитель. Или прям по хардкору здесь попробовать снять. На подъемник. На подъемник. Логично. Поехали. Чтоб проверить все версии. Сняли глушитель. Сняли впускной пайп с турбины. Все. Теперь мотор вообще прям на голую работает. Проверяем. Что-то по пусту плохо. Пуст вообще 0,5-0,6. Я прям ничего не увидел сейчас. 6,9 так же. Абсолютно так же. Попробуем сейчас более агрессивно. Попробуем сейчас более агрессивно тронуться. Потому что тронулся я прям, ну, совсем мягонько. Буст упал на 0,6. Надо все-таки трубочку снимать. Там горячо, как просто в аду. Давай! И пожалуйста, 7,1. Это ничего не дало. Абсолютно. Отлично. Как будто бы буста стало меньше. Стало его меньше. Потому что, скорее всего, воздух на впуске стал очень горячим. Сейчас оденем обратно силикон. Попробуем с ним. Но реально раздува нет. Ну-ка. Вот сейчас раздув был. Ему просто жарко. Сейчас я увидел 1,2. Смотри, подождали, пока кончится помпаж на третий. На третий пошли. Четко в 1,2 давануло. Это из-за помпажа. Сто пудово. Прям вообще. Четко из-за помпажа. На третий раздувается в 1,2. Но для этого нужно подождать, пока уйдет помпаж. Пока все стабилизируется. В общем, все понятно. Перегрев, уходи. Очень опасно. Уходит. Это что-то плохо. Это прям отсюда-то не должно. Это вентилятор. Сгорел вентилятор. Это пахнет проводкой от вентили. Видимо, ее подклинило. И вот он. Или он, или проводка на него. Наши промежуточные итоги, они неутешительные, но они такие, какие должны быть. У нас в целом все идет максимально по плану. Снятие глушителя нам никак не помогло. И на третьей передаче он бустит в 1,2. А на остальных 0,8, 0,9, 1. Связано это в первую очередь с помпажом. На мой взгляд. То есть на первой может быть буст и может быть больше, но его больше не создается. Потому что колеса уходят пробуксовку. Двигатель не получает столько нагрузки, грубо говоря. На второй уже после переключения возник помпаж. Помпаж возникает потому, что у нас у blow-off, скорее всего, не хватает пропускной способности. Маленькое дупло. Ну и так далее, и так далее. Соответственно, когда вы роллом еете, переключились аккуратно. На третью воткнулись, подождали, пока помпаж угаснет. Все, все, давление стабилизируется. Дальше нажимаете в пол, турбо плавно раздувается. Без помпажа она выдает аж 1,2 по прибору. Но не факт, что это так, на самом деле, может там и больше гораздо. Но, собственно, и все работает как надо. С другой стороны, на давление 1 по даду, дад визит 1, то есть с УБДшкой, да, у нас уже форсунки на 95%. Короче, все так, как и должно быть. И быстрее она, наверное, не поедет. Только если будет больше зацепа. Сейчас мы ждем, остываем. Потом стартанем в другом месте, где асфальт чуть более шершавый. Стартанем мы на один раз, потому что вентилятора нет. Собственно, дальше будем продуваться. И думать, что делать дальше. Здесь варианта два. Один из них, который мы осуществим, это собирать нормальный мотор на TD-04. Естественно, уже на хорошей турбе. Все по уму. На нормальных форсах, нормальном блоке управления, на нормальном бензоносе, чтобы все хватило. Это стоит 200 тысяч и занимает пару недель. И тогда точно все поедет. Тогда вопросов не будет. Второй вариант, искать из этого мотора больше мощности, смысла, наверное, особо нет. Этот мотор хорош, так как он есть. 155-160 сил, вероятно. Сейчас поехал пободрее, все-таки, 6.8 мы показали, опять же. То есть он хорош, такой какой он есть. Я не вижу смысла даже с ним что-то делать. Да, убрать помпаж, замена и blow-off. Все. И дальше можно его кому-то продавать спокойно, потому что он прекрасен, он надежен, хорошо работает. Даже стабильно ведется на перегрев. Он перестал глохнуть. У него четкая ровная тяга. Никаких дерганий с новым дадом. В общем, все у него абсолютно пушка. Так что, сейчас думаем, разгоняемся и принимаем решение. Странновато он себя ведет. Но попробуем. Привод или сцепа? Все. С коробкой или сцепа или что-то. Но было близко. Жалко, жалко. Давай заведемся. Давай откроемся. Что крутится, что не крутится, понять бы. Этот привод на месте. Причем порвало, скорее всего, внутренний, соответственно. По идее, дифференциала у нас блокировка. То есть, по идее, не может быть. Подожди, если у нас блокировка здесь, тогда он, значит, это внутри что-то дифференциала. Значит, внутри карабас приехал. А эту блокировку у нас все предупреждали, что она плохая. Которую мы ставили. Сомнительную. Потому что несомнительная у нас, ну, была долго ждать. А эта прям была в наличии. Так что, возможно, отъехала блока. Соответственно, рассыпалась и... Ладно. Обидно, обидно. Цепляемся на трос. Продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok По итогу наших совершенно небольших покатушек у нас случилась рубрика «Отхлебнула половина всего, что только может». Во-первых, холодная часть впуска, воздухозабор, вернее, которая у нас гениальным образом выходит под джабо. Во-первых, набирал воды под дождем, поэтому сейчас увидели на заставке, что я вытаскивал прямо отсюда со впуска лед. Но до дросселя он не дошел. Здесь на колене, на впуске он остался. Это раз. Два, это то, что у нас вакуумник, который был нами просто побит всеми молотками, загнут. Был загнут не в том месте. Поэтому, собственно, опять же, в пуск турбо и вот эта колено по 90 градусов, которое было сделано, его, во-первых, загнуло, во-вторых, заплющило. В общем, с этим узлом, как-то заранее у нас все вот с этим в пуском пока не заладилось, но это не беда. Главное, что все прокатило. Как говорится, удача любит смелых, ну или по другой версии, дуракам везет. Так или иначе, с мотором все в порядке. Его, на всякий случай, еще никто не заводил, ничего не смотрел, не пробовал. В-третьих, у нас есть коробка передач, в которую мы ставили блокировку. Справедливости ради нас сразу предупреждали, что блокировка крайне сомнительная. Прямо это было оговорено при продаже. Поэтому претензий к ребятам нет. Под свою ответственность мы риснули, блокировка проработала сколько-то. Как вы поняли, если у нас оборвало привод, который кастомный, как вы помните, мы делали кастомные привода, чтобы их не обрывало, и кастомный привод оборвало прямо в районе гранаты. Причем сама граната, она вроде как целая и выдержала, в ней остался огрызок привода, и видно по шлицам, как его сворачивало. Как вы понимаете, шлицы должны выглядеть прямо вот так. Да, выглядят они прямо, то есть сворачивало его еще по ходу даже долго. Очень интересно, но будем сейчас заказывать другой, там же, но из более прочной стали, потому что на 150 силах, как я и говорил, да, слик и бросание сцепы на 150 силах вызывает 250 моментов, опять же еще довольно-таки мощные перегрузки. Мы хотели этого избежать, но избежать этого все равно не получилось, так сказать, судьба была хитрее нас. Таким образом, что сейчас нужно сделать, хотя бы взять подчинить то, что сломалось по коробке и приводам, а по стальному конфигу есть мощнейшие изменения. Ну и самое главное, господа, куда пропадал буст? Почему не было буста? Потому что вот в Запорожце он был, а здесь его не было. Вероятнее всего, связано это с клапаном blow-off. Как вы многие заметили по звуку, турбина помпа жила. Помпаж напоминает, когда у вас здесь скапливается давление, вы прикрыли дроссель, ну вернее, вот у вас турбо дует, мотор этот воздух весь хавает. Дроссель вы прикрыли, мотор воздух больше не хавает, турбо раскручено как на максимум, сколько может давить сюда, здесь дуй получается на как в стену, крыльчатка начинает этому сопротивляться, вращение турбины замедляется, с характерным звуком это все происходит. Вы включили третью передачу, открыли дроссель, а турбо уже подостановилось. Ей нужно снова разгоняться, снова раздуваться, и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, когда это происходит на разгоне на быстрых передачах, турбо в итоге так и не может разогнаться, успеть до нормальных своих оборотов и нормальное продавить давление. Чтобы этого не происходило, существует клапан blow-off, когда у вас закрылся дроссель, здесь скапливается давляк, blow-off делает наш любимый, и все, турбо дует уже в воздух, но через это не останавливается. Потом клапан прикрылся, вы дроссель снова раскрыли, и турбо начинает разогнанное, сразу максимальный буст гнать, собственно, туда на впуск. Так вот, нашего клапана blow-off, вероятнее всего, по производительности не хватало. Возможно, хватало на самом деле, но на пределе, исключая одного момента, клапан blow-off у нас стоял, ну, условно, он стоял вот здесь, ну, условно, было не так, но ладно, он стоял вот здесь, а должен был стоять где-то вот здесь. То есть, грубо говоря, у нас есть длинная магистраль, в которой скапливается вот это большое количество давления, и когда клапан blow-off открывался, он что-то успевал стравливать, но вот эта инертность системы была слишком большой, поэтому, если поставить его ближе к турбине, тогда инертность системы станет меньше, и станет круче. Вот, собственно, основной посыл. Ну, и blow-off, конечно же, надо поменять на что-то поинтереснее. Дальше у нас есть два варианта пути. Первый, это, наверное, неправильный, потому что у нас есть конфиг, который выдавал 170 сил, и мы все-таки сейчас, в третьем стейже, уже к этим 170 силам придем, а потом, у нас же, помните, была все-таки идея двигаться дальше в 200 сил. Следовательно, можно просто сэкономить еще одну серию, вам и терпение, и идти сразу в нормальный проверенный конфиг по заветам Maestro. Берем турбу TD-04 савита, сомнительного качества, БУ, форсунки сазона по акции, пока что одна, но три приедут позже. Самый дешевый аналог Тиаловского лоффа, но увеличенного диаметра, запятак. И Паша, которому сказали, что работа на вечер. Также к этому добавим фланцев, новых отводов, естественно, новый выпускной коллектор, и кучу-кучу-кучу всякой суеты, бензонасос, топливную, переведем на систему с обраткой, появится, наконец-то, лямбда, система будет с коррекцией постоянной, и, естественно, новый электронный блок управления, январь, 511-168-35-43, неважно, и самое главное настройщик, Артем, опять же, все должно поехать, стандартный, стандартнейший, просто в мясо, на сколько это можно конфиг, но вроде точно должно сработать. А еще в этой серии у нас конце не будет выезда, потому что даже если мы сейчас все сделаем, то, господа, у нас наступает весна. И даже если мы сейчас вдруг все сделаем, вот прям завтра все сделаем, то вот такого от сегодня и далее от 7 до 12 дней. Поэтому в любом случае, чтобы не терять время, сейчас остановимся где-то на этом моменте в процессе разбора двигателя, потом продолжим, ну и, соответственно, после майских, наверное, уже будем ловить асфальт. One week later. По итогу всех наших мытарств в этой серии мы получаем собранный двигатель, лежащий на поддоне, который уже гарантированно влезает в Matisse. У нас готов уже полностью даунпайп, ну, ну как, ну, на самом деле даунпайп готов. У нас теперь, наконец-то, вот то, что я всегда путаю, из-за чего часто в комментариях возникает разногласие. Почему я калитку и Westgate называю разными вещами, хотя это одно и то же. Калитка и есть Westgate, собственно, но почему-то в моей голове Westgate это внешне стоящий Westgate, а калитка это внутренне установленный в турбине Westgate. Так вот, в этот раз мы наконец-то перешли, как это и было в Запорожье изначально, на внешний Westgate. Им будет немножко проще управлять и он нас вызывает, честно говоря, больше доверия, чем штатная калитка TD-04. Не знаю почему, но мне вот сюда большая штука, стоящая сверху, выглядит лучше, чем просто маленькая калитка в турбе. Хотя на этой же калитке работает куча штатных машин, у всех без проблем, но вот так вот будет лучше, плюс его даже проще настраивать, у него винт в доступе для того, чтобы увеличивать или уменьшать давление. Плюс сюда уже подкинуто заранее две пружины Павлом, одна на 0.9, вторая на 0.3, таким образом, где-то 1.1, 1.2 мы должны получать сейчас на пружинах. Плюс, если что, эти пружины поменять, мы опять же сверху тут можем, открыв просто капот, никаких проблем не будет. Короче, метод управления этим Westgate руками, по крайней мере, больше и пружинами, и легче, чем штатной калиткой, которая стоит в турбине, хотя она тоже Westgate. Да, Blue Off теперь у нас новый, увеличенного, естественно, диаметра увеличенной производительности, и стоит он в более правильном месте, прямо возле турбы. Таким образом, у нас вся холодная часть вот этого вот не будет работать, как один большой ресивер, и помпажные явления, которые вы слышали в прошлом видосе, по идее, возникать не должны. Слевательный турбин не будет на помпаже тормозиться, слевательный переключение на следующую передачу, и не нужно будет заново разгоняться, лютую мощь. В общем, все вот это как-то привелось по уму, плюс новые форсунки, TD-04, как вы понимаете, на месте, на этом конфиге все 200 сил обычно выдает. Плюс к этому у нас появился регулятор давления, стоит он сейчас, да, он стоит, но как бы он вот здесь, регулятор давления топлива, он был в Запорожце, и также он будет стоять здесь, как вы понимаете. Собственно, новые форсунки на рейке установлены, осталось только поставить. Все-таки даунпайп, как я и говорил, готов, только не стоит. У нас вроде как все нормально, порванный привод, он делается, будет у нас уже в пятницу, а сегодня среда. Рейка, которая стучала в новое, поставится сюда, штатная, вероятнее всего, еще правая опора тоже поменяется. Короче, вот эти все вот мелочи, которые у нас вылезли в первые выезды, они сейчас, по идее, будут сделаны. В следующей серии нам останется только еще разобрать коробку, посмотреть, что же стало с блокировкой и почему ее вдруг не стало. Возможно, подкинут другую блокировку, возможно и нет, но все-таки мне кажется, что блокировка это тема. И вроде как все. То есть, следующая серия, она у нас, по идее, будет классная. Мы все это собираем, ставим, вкидываем, настраиваем и валим. Сразу за один видос. И тогда, если 6.5, мы не разгонимся, серия не выйдет. Все. В этот раз точно будет результат и точно будет с кем-то гонка. Потому что без ну какого-то же интересного результата, типа 6.5, 6.2, следующую серию заканчивать мы не будем. Но это просто дичь. Мы будем ее снимать до того момента, пока не получим результат. И следующая серия у нас получается будет предпоследняя. Потому что даже когда мы достигнем необходимого результата в цифрах, будет еще одна, но важная и необходимая манипуляция для этого проекта. Собственно, это все, господа. Спасибо всем вам, что смотрели это видео. У нас в любом случае и по сей день плюс 4 утром. Ночью один снег у меня вчера шел, кстати, пацаны. Я вчера смотрю, снова снег идет в окно, думаю, да? Сколько можно? Ну сколько можно? Но тем не менее. Поэтому у нас есть время этим заниматься, а у вас есть время следить за тем, что происходит и происходит оно в правильную сторону. Спасибо вам всем еще раз, что смотрели это видео. Огромной вам всем удачи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok